Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! Сегодня не из студии Радио Болтком, но по онлайну. Я ведущая Евгения Шерменева, программа «Без антракта». В студии Радио Болтком звукорежиссер Евгений Копин, который вывел меня в эфир. Доброе утро, Евгений. И доброе утро всем слушателям. Продолжается какая-то непонятная вирусная история. Вот я только что вернулась из Литвы, где люди болеют. В Латвии спектакли переносятся. Сегодня должна была быть премьера, о которой я хотела рассказать, но я все равно про нее сейчас упомяну. Расскажу тогда уже потом. В Национальном театре режиссер Лариса Семеразуменко поставила спектакль по пьесе драматурга Марины Смеленец «Собачья будка». Спектакль должен был состояться премьера сегодня, но, к сожалению, тоже кто-то заболел из участников премьеры, и спектакль переносится на какое-то время. Но я, тем не менее, возьму комментарии у Ларисы и у Марины в ближайшие дни в Риге и попробую потом рассказать, когда посмотрю спектакль, расскажу о том, что это за работа. Вот Национальный театр таким образом откликнулся и поддержал людей, которые находятся не в своей стране. Лариса живет сейчас в Риге, но возвращается в Киев в ближайшее время. Марина Смеленец уже больше, чем полгода живет в Германии на резиденции, пишет новые пьесы. Мы тоже с ней, наверное, поговорим. Я попробую взять у нее какой-то комментарий для следующей своей программы. Вот такая премьера. Сама я собираюсь в октябре, я немножко расскажу про рижские события. Сама я собираюсь в октябре на две премьеры в Театре Далес. Одна состоялась в сентябре, я ее пропустила из-за событий фестивальных, о которых сегодня расскажу. Это Фринелли и Король в постановке Вестру Карриш. И вторая премьера, о которой я тоже, наверное, буду говорить где-то во второй половине октября. Она готовится к следующей программе. Постараюсь что-нибудь вам поподробнее об этом рассказать. Театры выходят в осенний режим, в новый сезон. Все стараются сейчас играть все, что они могут играть. В ближайшие дни, 1-2 октября, очень много премьер. И не только в Латвии, но и в Литве. Я про две из них расскажу, про три из них расскажу. 1-2 октября у нас была с вами уже встреча с режиссером Георгием Сурковым в театре в Даугавпилсе премьера «Страшных историй латышских». 1-2 октября же в Каунасе, который в этом году является культурной столицей Европы. Премьера в драматическом национальном театре Каунаса. В постановке Роберта Уилсона, приглашенного режиссера из Америки. Одного из самых известных режиссеров, может быть, рижская публика помнит его гастроли. 6, по-моему, лет назад с Михаилом Барышниковым письмо к человеку. Было в оперном театре показано гастроли этого спектакля, американская постановка Боба Уилсона. И вот он сейчас ставит Дориан по портрету Дориана Грея в Каунасе. Будет премьера 1-2 октября. Спектакль потом будет еще играться в октябре. Если кому-то интересна работа Роберта Уилсона, всемирно известного режиссера, вот рекомендую не пропустить. Также еще одна международная постановка. В Литве, в Клайпеде, 1-2 октября, состоится премьера нового спектакля польской художницы и режиссера Агаты Дуды-Грач. Надеюсь, поехать и посмотреть. Если все будет в порядке, ничего не изменится. Итак, рассказываю вам о событиях с сентября, о которых хотела вам рассказать обязательно. Сентябрь – это такой месяц, когда летом большие-большие фестивали происходят во многих странах. Мы говорили, когда-то я вам рассказывала и про Виньон, и про Эдинбург, и про оперный фестиваль в Эксен-Провансе, и про Венский фестиваль, и в Зальцбурге фестиваль. В этом году в нем большая драматургическая программа, не только оперная. Осенью начинается новая волна фестивалей. Они уже проходят в разных странах. И один из крупных фестивалей сейчас в Восточной Европе – это Битов. Он в Белграде. Открылся на этой неделе с несколькими спектаклями. Один из крупнейших фестивалей. И в то же время проходит очень много региональных фестивалей. И, например, сейчас на подходе и в Польше будут фестивали всю осень, очень разные. Мне повезло, я попала на два фестиваля, даже на три фестиваля, даже на четыре. В этом сентябре успела заехать на четыре фестиваля. Начну с самого главного для меня, самой большой моей поездки. Я пять дней провела в небольшом городе в Румынии, который называется Пьятрунямс. Город находится практически на границе, на таком перекрестке возле границы с Украиной и Молдовой. Всегда был таким транспортным пунктом, всегда имел серьезное геополитическое значение для Румынии. Я думаю, что немногие из вас вообще слышали это название, но оказалось, что город очень крупный, очень интересный. В нем есть и университет, и театры. И одним из самых главных театров как раз возглавляет прекрасная, совершенно молодая Румынская режиссер, родом из этого города, специалиста во франкофонии. Она знает и французский язык, и ставит спектакли. И вообще она такой очень-очень-очень интересный человек. Ее зовут Джанина Карбунари, и она уже несколько лет возглавляет театр. В этом театре уже на протяжении 30 лет проходит международный фестиваль, который вот она с годы своего художественного руководства этим театром тоже начала переоформлять, переосмысливать. И в этом году фестиваль был посвящен вопросам, конечно, войны, потому что ребята поняли, когда они начали формировать программу, они поняли, что невозможно не откликнуться на то, что происходит буквально в 146 километрах от них. Это граница с Украиной, это совсем недалеко. И они понимают прекрасно, что и у них в городе очень много и беженцев, и приезжих. И когда идешь по улице, сложная и украинская, и русская кусожек, украинский речь. И видно, что очень многие люди там приехали и остались. До Львова совсем недалеко, и даже в прежние времена они мне сказали, что очень многие приезжали, прилетали не через Бухарест, как я, например, прилетела, а через Львов. И было удобно переезжать до города, гораздо ближе было, чем до Бухареста. Так вот, фестиваль довольно большой, он открылся 5 сентября и закрылся 18 сентября. В этом фестивале приняли участие очень многие разные совсем театры. Большой очень шоу-кейс современного румынского театра. Можно посмотреть работы молодого поколения румынских режиссеров, независимых труб, маленьких компаний и крупных театров тоже. И театр представил свои спектакли. И, тем не менее, все равно после каждого спектакля в этом фестивале проходит дискуссия. Очень интересная аудитория, молодые люди из этого города, студенты. Очень многие занимаются тем, что изучают театроведение, принимают участие в этих дискуссиях после спектаклей. Было у меня такое даже немножко удивленное состояние, когда я пришла на первый спектакль, когда прилетела, пошла посмотреть спектакль продюсерской компании «Ваба Лава» и «Сталина». Это документальный спектакль, основанный на публикациях периода марта-апреля месяца. Он был сделан в апреле месяце в Таллине в этом году. В нем играют очень разные актеры. И это такая попытка такого дневника событий марта-апреля. Называется «Письма с фронтом». Когда я подошла к театру, я увидела, что просто стоит большая толпа перед входом очень-очень молодых людей, практически от 16 до 20 лет. И вот такая публика сейчас составляет большую часть этого театра. Театр, в общем, собственно, и был и называется как «Театр для юношества», но в нем, конечно, очень разная аудитория, в том числе и есть. И те, кто когда-то юными ходили в 80-е, в 70-е годы в этот театр, они остались зрителями этого театра и тоже ждут своих каких-то впечатлений. Два спектакля в день. В театре только одна сцена, большая. Это старинный театр довольно-таки. Он старая постройка, такой классический итальянский театр с балконами, с ложами. И для того, чтобы все-таки делать какую-то очень насыщенную программу, технические службы этого театра договорились со спортивным таким центром в километре с небольшим, может быть, пешком пройти 20 минут от театра. И в одном из помещений этого спортивного центра, там теннисный клуб, они построили новую сцену, такую небольшую сцену, коробку, такую классическую с небольшим амфитеатром, где днем в 5 часов играют тоже спектакли. То есть программа состоит примерно так. Есть спектакль в 5 часов на этой новой сцене такой, называется поп-ап-сцена, возникающая только на период фестиваля в городе. И в 8 часов вечера спектакль на основной сцене. И спектакли очень разные можно было видеть на основной сцене. Я сейчас расскажу про свое очень сильное впечатление, которое я там получила. Два спектакля, которые я видела там. И помимо этого есть еще, как я сказала, программа дискуссий, и кинопоказов, и презентации какой-то новой литературы, и дискуссии вне спектаклей, которые посвящены вообще развитию современного театра. Вот такая большая программа в небольшом городе Пиатроньянц. Приезжают гости не только из Румынии, приезжают международные какие-то обозреватели, переводчики из Франции, целая компания приезжала. Ну, в общем, такой кажущийся небольшой город проводит очень большую серьезную театральную программу и соединяет людей из разных стран. Я там была просто и как обозреватель, и как человек, которому интересно узнать, что происходит в румынском театре, как эксперт, который, в общем, отслеживает развитие театров в разных странах. Но кроме этого, мы туда привезли на два дня, моя продюсерская компания привезла спектакль. Я сейчас для разбивки попрошу включить небольшой комментарий вот как раз Джанины о том, что такое фестиваль, как она его формирует и какие у нее планы на следующий год. Она говорит по-английски, я потом переведу. То есть, что фестиваль имеет эти три секции. Это сезон, где мы пригласим нового румынского драма, написанного в прошлый год. И мы также имеем наиболее сезон, где мы обычно выбираем выступления, которые связаны с темой фестиваля. И мы также презентим, в третьей секции, из нашего театра, которые мы сделали в прошлой сезоне. Так что, обычно мы пригласим фестиваль, которые присутствуют наиболее, которые присутствуют наиболее, наиболее, наиболее. Сегодня мы пытаемся привлекаться визуны, которые критические, которые имеют связь с реальностью, и которые также пытаются инновировать, чтобы обеспечить новые формы экспрессии. Так что, мы продолжим делать это, для следующей сезон. Обычно, у меня есть декоративный декор, поэтому я, наверное, работаю для следующей трех фестиваль, трех сезон. Следующая сезон, мы планируем, как тема фестиваля, женщин-артистами из Южной Европы. Южной и Центральной Европы. И мы также, во время сезона, четыре директора женщин-директора и четыре премьеры на главной сцене будут проведены женщинами. Так что, как я уже сказала, в этом фестивале есть три направления. Это международная программа, это программа, посвященная новой драме, новой драме в румынском театре, новым текстом, новым экспериментом. И также театр показывает то, что создал за последний год сам в сезоне. Обязательно показывают свои какие-то спектакли. Это очень важно для подведения итогов предыдущего сезона. Джанина сказала, что она еще остается художественным руководителем этого всего и театра, и фестиваля на ближайшие три года. И она основывается в следующем году. Вот этот сезон, который сейчас начался, в подготовке к фестивалю следующего года, она пригласила четырех женщин-режиссеров поставить спектакли в своем театре. И планирует и программу фестиваля следующего года посвятить женщинам-художникам в театре, режиссерам, художникам, вообще тому, что делают женщины в направлении female в современном театре. И это касается как раз большей частью того, что делают женщины в Восточной и Центральной Европе. Потому что, в общем, преодоление каких-то традиционных ценностей, когда мужчины правят миром, в наших странах, вот этого пояса бывшего постсоветского пространства, оно, конечно, немного отставало всегда и сейчас находится в другом уровне. Поэтому как бы усилий женщинам, потому что доказать, что они вполне равноценные игроки на этом поле, приходится прикладывать гораздо больше. И такая дружба между женщинами-художницами из разных стран Восточной Европы, она сейчас создала такой нетворк. И вот Жанина, она является одним из центров такой работы и украинских молодых женщин-режиссеров, и польских, и, ну, в общем, из разных стран. И поэтому, конечно, это будет очень интересно, наверное, и с точки зрения как бы оценки того, что делают женщины в театре, и с точки зрения того, во что это может потом вылиться. И вот одним из таких спектаклей, на самом деле, я посмотрела в программе этого года, это был спектакль «Театр из Бухареста», «Аполло-111», режиссер Катина Драганеско. И это была история о последних месяцах практически правления режима Чаушеско. Спектакль называется «Диско 89. Семь смертей Михаила Ранциани». Известная певица в период пост вот этого, как бы сказать, пост якобы советского периода Румынии, позднего, любимица народа, она безумно популярная такая певица эстрадная в Румынии, мечтает петь песни не только румынские, не только национальные, но и, в общем, песни мирового репертуара, что ей запрещено. И у нее такой открытый дом, она любимица, она выступает на телевидении везде, но параллельно к ней предоставляют, как у нее есть там помощница по дому, которую вербуют агенты спецслужб режима Чаушеско. К ней подсылают людей, которые доносят на нее о том, что она слушает пластинки из Америки, о том, что она размышляет о том, как может быть уехать, чтобы жить более свободной жизнью. Параллельно происходят события о том, как убегают, если кто-то помнит историю Румынии, гимнастки были очень крутые румынские, и как убегают во время спортивных соревнований и остаются в Америке молодые девчонки из гимнастики. И режим вот в эти последние годы настолько преследовал и стравливал людей и заставлял стучать, доносить. И вот тут как раз история не только про певицу, но и про тех людей, кто ее окружает, как они были завербованы, как их на них прессовали, как на них давили, как ее травили. И звонили по телефону, говорили гадости, под столики собак, под окна не давали спать. И вот такая история травли большой художницы, большой артистки, и параллельно трагедии людей, которые вокруг нее были завербованы, были вынуждены ее предавать. Так вот у них сложилась жизнь. Которая кончается, в общем, трагической гибелью главной героини через несколько месяцев и, собственно, обрушением режима Чаушеску. Такая история, которая абсолютно, на мой взгляд, хотя это часть румынского показа, как бы не связана с основной темой фестиваля про Украину, где были представлены несколько спектаклей и несколько каких-то программных историй. Тем не менее, на мой взгляд, она, конечно, все равно очень связана с этим, потому что она показывает историю того, во что превращается любое государство, которое переходит в состояние авторитаризма, затем диктатуры, преследования, где начинают править секретные службы. И второй спектакль, который мне очень понравился, о котором я очень хочу сказать, это Буландер театр из Бухареста. Это адаптация, музыкальная адаптация пьесы Вильяма Шекспира «Буря». И это был потрясающий спектакль, потому что ребята переписали, довольно молодой коллектив, который переписал всю пьесу Шекспира на румынском языке в стихах, и сделали из этого музыкальное произведение. На сцене находятся две музыкантши и певицы, которые делают сопровождение музыки. Вся сцена составляет такой, как будто бы лес из стоячих микрофонов в разных совершенно конфигурациях, и несколько актёров, которые выходят и играют роли, как бы, это такой мюзикл получился, наверное, в какой-то степени, потому что нет никакой линии сюжетной проговоренной, а всё, в общем, переложено на музыку и песни. И песни такие очень современные, музыка очень современная, ребята появляются, исчезают, там есть любовные истории, всё, и в какой-то момент ты смотришь, что, да, вот есть одни герои, вторые герои, приехавшие, главные герои Миранда, её отец, Проспера, в общем, целая-целая-целая большая компания. И потом в какой-то момент срабатывает фокус, когда они начинают переодеваться, уже не скрываясь за кулисами, и ты понимаешь, что все эти 9-10 ролей сыграли всего 3 человека, трое артистов. Это в какой-то момент становится прозрачным, поначалу они играют в игру, абсолютно прикидываясь, что это разные люди, настолько они быстро меняют грим, внешний свой облик, костюмы, мгновением там за кулисами переодеваются, появляются на сцене совсем в другом образе. Потом они перестают в это, ну, как бы они начинают играть в другую игру, они начинают играть в игру открытого перевоплощения, и тем не менее, всё равно они меняют как-то и голос, и пластику, и даже открытое переодевание на сцене всё равно переводит их в состояние из одного героя в другого. И вот это такой потрясающий праздник возможностей актёрских, прекрасных голосов, отличной музыки, придумки такой совершенно чудесной. Вот было такое у меня очень радостное впечатление. Я посмотрела ещё несколько спектаклей, которые там были какие-то поинтереснее, какие-то не такие интересные. Но, тем не менее, общее впечатление от этого фестиваля у меня очень сильное. Но последний вечер, который я там была, это уже был вечер с нашим участием. Трое актёров приехали из Риги. Одна Вишня Вишнёвая, она актриса из Киева, уехала в начале весны в Литву. Мы с ней познакомились и сделали совместный проект. Она мне рассказала про свою идею, которая называется «История багажа», о том, как люди уезжают, что они берут с собой с дома. И особенно, если у тебя есть на этом… Ну, люди собирали тревожные чемоданчики в Украине уже, когда происходили какие-то события, они продолжали жить дома. Они потихоньку собирали свои вещи для того, чтобы можно было всегда что-то собрать, унести, самая ценная из дома. Но, тем не менее, очень часто принимали спонтанные решения в срочном отъезде, в срочной эвакуации. И как у нас есть спектакль такой, если у тебя есть 15 минут, что самое главное – ты заберёшь из дома. И очень часто люди забирают из дома очень странные вещи. И это пьеса, которую мы сделали вместе. Вместе с Вишней над этой пьесой работали трое актёров – Яна Хербста, Маша Данилюк и Михаил Шияев. Они встречались с беженцами из Украины, здесь, в Риге, или же по Зуму, кого находили. Разговаривали с ними об их опыте выезда из дома, потере дома, нахождении себя совсем в другом месте, в другом пространстве. И вот этом длинном путешествии, в котором они находились. И о том, что у них оказывалось в результате в их сумках, рюкзаках, чемоданах. И очень часто это были очень странные вещи, которые совершенно необъяснимым образом люди находили у себя в рюкзаке, например. Это реальная история реальных людей, часть из которых собрала вишня, какое-то большое количество разговаривая со своими друзьями, знакомыми, побывавшими. Какая-то история, просто даже ее история про ее отъезд. Она рассказывает о своем отъезде. Ну вот и Маша, Яна и Миша, они встречались с разными людьми. Миша ездил на автовокзал в Риге, встречался с людьми, которые при проездом брал у них маленькие интервью. И вот на основе этих разговоров Вишня написала первоначальный текст, но его показали сейчас на фестивале в Румынии. И в ближайшее время у нас там с ним будет происходить какая-то дальнейшая работа. Я надеюсь, что из этого получится какая-то очень внятная, интересная и может быть нужная для многих пьеса о том, что люди, когда меняют свою жизнь, что они оставляют с собой, что самое ценное оказывается для них в этой жизни. Вот это мы показали в Румынии. После Румынии я поехала еще на один фестиваль в соседнюю страну, в Болгарию. Там тоже фестиваль, которому уже 30 лет. Он проводится в театре в одном из самых старых и важных театров Болгарии, в театре в Пловдиве, драматическом театре в Пловдиве, городском. Этот фестиваль проводится ежегодно. В первые годы свои, в 90-е годы он был вполне международным. Потом, естественно, были какие-то сложности. Сейчас он показывает огромную картину. Он проходит с 10 по 21 сентября. Называется «Сцена на перекрестке». И у него огромная программа болгарского театра. Просто каждый день показываются спектакли разных болгарских театров. Есть небольшой зал, есть большой зал, такой классический. И я посмотрела три спектакля. Один такой очень старомодный, я бы сказала, спектакль «Мастер и Маргарита». Но он пользовался большим вниманием зрителей. И, в общем, я надо сказать, мне было интересно посмотреть на, как бы сказать, такую, как бы сказать, болгарскую манеру игры, актерскую. Потому что она все равно отличается. И актеры ведут себя каким-то особенным образом. Довольно интересно. И, с другой стороны, я поймала себя на том, что я бы сейчас, наверное, перечитала «Мастер и Маргариту». Что-то в нем есть такое, что, может быть, объяснит мне, что происходит сейчас с людьми. В этот же день был показан спектакль из Львова. Единственный спектакль, приглашенный не из Болгарии. Я его не видела, потому что он шел параллельно. И в это же время был, вечером уже поздно, такой был необязательный спектакль. Ребят, которые сделали этот спектакль как студенческую работу, он, знаете, был такой музыкальный, посвящен. Он был одному очень известному поэту в периоды, как раз, вот, так скажем, перестройки. Театральный музыкальный перформанс по текстам Дмитрия Воева. Сделал его как раз молодой режиссер Иван Юруков. В спектакле принимают участие он сам и другие актеры. И то перевоплощение тоже, вот я заметила, что он мне каким-то образом пересекся с тем спектаклем, которые я видела в Румынии. То перевоплощение, которое очень простым способом эти несколько актеров на сцене показывали, как они меняются, как они перевоплощаются в разных героев. И исполняли эти известные песни. Было очень интересно смотреть за залом, для которых эти песни имели значение. Это такой, в 80-е годы этот поэт и музыкант, у которого была такая андеграундная группа, он очень рано погиб. И это такой вот трибют, который они сделали и рассказали в какой-то степени его истории, историю перестроечного периода. И я посмотрела премьеру еще одного спектакля. Это «Антигона». Ее поставил в этом году режиссер, которого знает рижская публика, Александр Морфов. Он ставил в «Далес театре». И это не совсем такая антигона, хотя используется текст Жанна Ануя, это скорее все-таки фантазия самого Морфова на эту тему. И мне с ним работал сценограф Тита Димова. Она очень долгие годы работала с таким украинским режиссером Андреем Жолдыком. И сейчас вот вернулась несколько лет назад в Болгарию и начала опять работать на болгарский театр. Мне кажется, что это очень интересный спектакль, который мне очень понравился. Актеры из театра в плевени, которые не боятся ничего, которые прекрасно двигаются, не боятся быть клоунами, не боятся быть какими-то запредельными трагиками. Потрясающая работа с пространством, придумана со светом. Как всегда, Морфов работает с поп-культурой очень серьезно, внедряя ее даже в исторические какие-то свои спектакли. В общем, да, мы понимаем, что речь идет о греческой трагедии, переосмысленной же Анамануэм. И хрупкость человеческой жизни и стойкость, верность принципам, и слабость человеческая. Это тоже тут пересеклось немножко с Мастером Маргаритой, когда человек не может принять решение, боится и умывает руки. И так же и здесь, когда вновь избранный царь упирается как бы на своем, проявляя свою какую-то недалекость, глупость и, в общем, подвергает гибели все вокруг, включая свою семью. Мне кажется, это очень интересный спектакль. Я поздравляю Театр в Плевине и Александра Морфова с такой работой. Ну и напоследок я скажу два слова о своем последнем путешествии на несколько дней. Это была поездка в Вильнюс на фестиваль «Сиренос», где я посмотрела два спектакля. Один в Театре «Оскара» и «Крошиновоса». Это новая версия, которую поставил совсем молодой режиссер, ученик Крошиновоса. Его зовут Якубас Бразис. Я видела этот первый его спектакль. Он долгое время работал вместе с «Оскаром» на его работах. И он поставил этот спектакль с новыми выпускниками «Оскара» и «Крошиновоса», вот вчерашними студентами, молодыми совсем ребятами. Это очень интересная чайка. До последнего времени в Театре «Оскара» и «Крошиновоса» была его чайка, которая больше десяти лет уже была как сделана. И теперь вот они ее поменяли. Это играет новое поколение актеров театра, совсем юные люди. Это очень современный спектакль. Это чайка, которая о том, что происходит сейчас, о тех нервных переживаниях, потому что у Чехова же есть, это как все нервны вокруг этого озера, и о том, как люди страдают, как люди мучаются, как люди рефлексируют на своей несостоятельности или невозможность реализоваться, или каких-то своих чересчур завышенных ожиданиях, которые не сбываются, о том, как вокруг существуют какие-то нервные, страстные, абсолютно очень яркие любовные связи, которые рвутся, обрушаются, и несчастья сплошные. В общем, все несчастливые, все нервны, и при этом там очень много отсылок к современному искусству, и ребята очень легкие и не боятся ничего. Мне очень понравился этот спектакль и очень радует театр, в котором такой спектакль состоялся. И параллельно в Кауне в это время идет фестиваль, шоу фестиваля закончился 25 сентября, с 13 по 25 сентября. Театр для молодежи и независимых театров, и молодой режиссур, и экспериментальных показов, не только драматических, но и танцевальных. И проводил этот фестиваль, театр, камерный театр Каунаса. Очень интересный. В нем были показаны два спектакля из Риги. Конклав Dirty Deal театра и совместная продукция Dirty Deal театра и драматического национального театра Каунаса. Комплекс Франкенштейна. Оба этих спектакля вы можете посмотреть в Риге на площадке Dirty Deal театра, что я вам очень рекомендую. На этом я прощаюсь. На следующей неделе расскажу еще какие-то новости и надеюсь, что какие-то комментарии по поводу премьеры в национальном. Будем ждать и надеемся, что больше не будет никаких болезней, переносов, истревов. Встретимся в театре в следующий четверг в программе «Без антракта» на Радио Болтком. Спасибо. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова